Так, вот мы в Киеве. До Сатсанга осталось пару часов. Такая вот красивая. Открывается панорама из окна. Днепр спокойный. Температура плюс 30. Такой формат Сатсанга, что здесь можно в обе стороны вести коммуникацию. То есть вы можете задавать спокойные вопросы, любые какие вам придут в ползаводный. А я, соответственно, буду двигать тему не как вот в лекционных материалах, а куда она пойдет естественным путем. И естественным путем она всегда идет в естественный путь. И вообще вот вся история, ради чего даже некоторые сюда пришли, это вот вернуть себе естественность. Кому-нибудь что-то мешает это делать? А вдруг да, кто-то мешает. Мы будем разбирать три таких сюжета. Есть три таких столпа, относительно которых возникают все основные лунги. Так, можно, говорю, задать любой вопрос, совершенно не стесняясь, чтобы просто раскачать информационное поле. Если я даже не понимаю, что мешает. Не понимаешь, что мешает? Тогда зачем пришла? Я хочу попасть, но не знаю, что там где-то устранять. Вот смотри, все ты нам и рассказала. Ты хочешь... Четыре благородных истины. Жизнь страдания. А страдания от желания. Я хочу, вот и источник страдания. Ну, это так, примитивно говоря. Пожалуйста. Ситуация, просто если ты находишься с человеком в отношениях, ну, близких просто, и у тебя вроде бы к нему нет никаких претензий, ну, как ты чувствуешь внутри себя, а у него там даже по каким-то мелочам может возникать. Как вы думаете, почему так? А тебя что волнует? Ну, если другой человек отражение меня. Так. Какое происходит? И тебе не нравится твое отражение? Не то, что не нравится, но у меня как бы нет к этому человеку. Как? Кто же ее озвучил? Нет, это важно уметь заметить. Совершенно верно. То есть, это практически у всех. Я буду вот это говорить, особенно завтра, когда мы будем практические моменты делать, потому что действительно все поле действий, которые вы можете сделать, которые могут привести к результату, которого нету, это проработать взаимоотношения с близкими людьми. Именно в этом пространстве основные препоны стоят к духовному пути. Не в пропевании мантры, не в посещении святых мест, а именно случайные взаимодействия с близкими, которые приводят к тому, что что-то вас в них не устраивает. Вот тебя что не устраивает в этом человеке? То, что он к тебе претензии делает? Почему? Даже не почему, а как тебя не устраивает? Что в тебе такое происходит, когда ты слышишь претензии от этого человека? Попробуй вот найти этот момент. Что в тебе происходит? Вот человек производит претензию. Если бы тебя это не волновало, ты бы сейчас это не задал. Вопрос, значит, у тебя какое-то волнение возникает. Что не так? Что? Ну, попробуй сформулировать, потому что это все очень ясно. Мы просто сами себе иногда боимся признать, что не так, что не нравится, когда человек формулирует к тебе претензии. Серега, подвиньте чуть-чуть. Не то, что не нравится, просто ты, как по ощущениям внутри себя, ты стараешься быть честным, самим собрать. Если ты думаешь, что другой человек это же не тебя, и оно подъедет, допустим, тогда ты, в принципе, ожидаешь, что эти моменты будут прорваться. Все, смотри. Итак, что же ты тут ожидаешь? Что ты вот такой понимающий, а он идет непонимающий. Да как он вообще смеет к тебе претензии иметь? Или я неправильно показывал? Это грубо. Не, ну так и делается. То есть у тебя есть чувство собственной важности, которое определенным образом свою персону рассматривает. Причем вполне возможно, что это очень человек, который с хорошими жизненными позициями. И вот это больше всего и напрягает. Ты такой нормальный. Как он вообще может мне какие-то претензии предъявлять? А это значит, что? Что ты ненормальный. Ненормальный в смысле для социума очень хороший. А здесь же не разговор о том, как выглядеть перед социумом. Ты же хочешь сейчас двинуться не для кого-то, не для чего-то, а вот в собственном состоянии найти проход вот в эту непонятную ситуацию, да? А получается, что у тебя есть некое правило, как должно быть. А этот человек берет тебя и тревожит. Причем этот человек, получается, это кто такой? Это твой учитель. Он тебе показывает твое слабое место. А ты вместо того, чтобы обратить на это слабое место, говоришь, ты же мое отражение, изыди. Улавливаешь вот этот момент. Что он тебе просто слабое место, твое показывает. Твое слабое место, что у тебя осталось чувство собственной значимости. Потому что ты хороший парень. Ну я не знаю, может ты действительно... Это очень тонкий момент. За это нас чаще всего ловят. Причем ловят именно по параметрам, что несправедливо же. Как можно предъявлять ко мне претензии? Я столько сделал этому человеку. Правда? Несправедливо. Я требую справедливости. Вот и все. А тогда вопрос такой. А кто ты, которым требует справедливости? Есть ли в тебе кто-то, кого можно вот задеть? И вот здесь дальше очень простой вопрос. Я говорю, это не решается умом. Это не выясняется, кто прав, кто виноват, почему. А это просто смотрится в себя. За что задевает этот человек? Что такое меня выводит из себя, пускай очень тоненько, что он как раз твое отражение. И он тебе показывает твою лажу. За это ему только можно что? Поблагодарить. Поэтому верно совершенно, ты правильно говоришь, просто ты-то думал, у тебя отражение должно быть хорошее, а он показывает небольшую червоточинку. И именно за нее и хватает. Так что к нему только благодарность. Он делает то, что нужно. Это очень полезный человек. Поэтому встречайся с ним. Пусть он тебя раздражает. Смотри, как он тебя раздражает. Он тебя всегда будет показывать, потому что это какой-то близкий, скорее всего, человек. А обычно все близкие люди это самые лучшие учителя, которые приходят к нам для того, чтобы мы не пребывали в святости умственной. Понятно? Но это даже непонятно, я говорю. Это надо делать. Потому что сейчас можно понять, а вот именно делай. Смотри, как он тебя выводит из себя. Понятно, что несправедливо. Но дело не в том, что справедливо. Это ерунда. Ты-то чего? За что он? Где вот этот персонаж, за которого он дергает, который вдруг начинает говорить, что я святой? Мое отражение должно быть идеальное. Ну, это такие простые вещи достаточно. Но вот большинство из нас именно в них и увяз. Он увяз. Он не в том, что он там не встретил учителя или не встретил какие-то знания. Он увяз в том, что ему не нравится другой. Что другой, что другой, есть какой-то другой, который не отвечает моим представлениям, как должно быть. Этот другой может быть кем угодно. Если у вас есть близкий человек, вам, значит, повезло, у вас учитель прямо под носом. У кого-то другой живет, например, в телевизоре. Вот там, у вас же президента выбрали. Есть те, которые говорят, ой, или наоборот. И у нас там есть политики. И вот некоторые очень серьезно к ним относятся, как будто это что-то такое, вот действительно мир несправедливый. Я живу в таком мире, где такого и лажи не должно быть. И тогда вот претензия начинается. Это может быть сосед, который, помните, в 3 часа ночи дрель включает. Я говорю, у всех люди как люди, а у меня соседы идиоты. Соседи, да? Это... Поэтому вот другой, это как раз действительно вы. Только вы, вы при помощи этого другого себе же показываете, за что вас можно зацепить. Поэтому пока у кого-то из вас есть другой, который не в порядке, это вы не в порядке. И этот другой, это ваш лучший друг. Потому что те, кто вас хвалят, те, кто вас любят, от них толку вот никакого. Это просто ваша заслуга. Вам просто повезло, что есть люди, с которыми вокруг можно... Но ваши лучшие друзья, это те, которые вас раздражают. Но как-то сделалось в этом мире так, что мы решили, что те, кто нас раздражают, это как раз плохие. Я хочу тех, кто меня любит. А так не может быть. В мире всегда, помните, черное, белое, две стороны. Есть обязательно те, кто вас любит, но есть обязательно те, кто раздражает. Так вот, те, кто раздражают, даже лучше тех, они вас так любят, что они вам честно говорят, где у вас сидит вот этот момент. Поэтому другие, это вообще... Вот был такой Карлос Кастанеда, наверное, кто-то даже, наверное, читал его книги всякие, магические. У него была такая книга, называлась «Дар Орла», седьмая книга, где разбирался вопрос с мелочным тираном. Мелочный тиран, это вот то, что вас кто-то раздражает, это называется мелюзгавый-мелюзгавый тиранчик. Мелочный тиран, это тот, кто вас просто убить может. То есть вы находитесь в таком подчинении у него, что он может вас просто довести до смерти. И вот он говорил, это самое великое счастье в жизни встретить мелочного тирана. Только через него вы можете перейти, вот этот, совершить переход. Потому что, если нет мелочного тирана, вы всегда можете вот так вот под ковер замести. Сказать, ну, что ты меня развеешься, иди отсюда. И уехать от этого. Развестись с женой, выгнать родителей, или нахамить соседу. Это все. А вот если вы найдете человека, который может... Ну, слава Богу, сейчас это... Легче с этим стало. Нет, не легче, наоборот, хуже стало. Не найти теперь мелочного тирана. Ну, пользуйтесь мелюзговыми тиранчиками. Они очень полезны. Даже если это ваш любимый человек. Просто он что делает? Он показывает, где вы запрограммировали. Программа — это, где вы решили, что вы есть кто-то. Только тогда, когда вы кто-то, вас можно раздражать. Я там хороший муж, хорошая жена, духовный человек. Если у вас есть вот такая идея фикс, все, придет человек, который вам будет показывать, что вы плохая жена, да, заходите, плохой муж, что вы недуховный человек. Он и для этого и приходит. И это большое счастье, большая польза. Так. Это первый у нас такой важный столб. Если вы его проработали, и все люди теперь ставят для вас в порядке, и теперь нет никого, кто мог бы вас вывести из себя, вы очень высоко взошли. Вот это духовность. Духовность — это не чтение мантр, пропивание молитвы, посты эти. Духовность — это когда реализуется вот этот принцип «возлюбие ближнего, как самого себя». Ну, это идеальный, а вариант попроще, больше у тебя нету врагов. То есть они есть, но ты-то понимаешь, что это твои друзья, и ты их так же любишь, как и тех, кто тебя любит. То есть это известная такая тема, она во всех, в принципе, учениях скрыта. Да, пожалуйста. А вот если они показывают на мои недостатки, например, можно и на их не показывать или недостатки? А зачем? Не надо. Зачем? Вам-то главное, что с вами, если вы хотите других исправить, но это, тогда вы должны быть типа учителем или еще что-то. Обычно на недостатки имеет право показывать тот, кто, ну вот уже там гуру. Вот, знаете, там собирается в монастырях, в монастырях, и там настоятель, он их палками бьет, там критикует. Вот ему можно показывать недостатки, потому что он знает, куда он их ведет. Если вы критикуете, то куда вы его вести собрались? Кто решил, с чего вы решили, что вы можете кого-то учить? Даже если это ваш ребенок, ничему вы его учить не можете. Вы не, пока вы не стали сами, вот в себе проработал, спасся сам, тогда и другие спасаются. Если ты не проработал себя, чему ты можешь научить другого, производя на него, неважно, объясняя, как правильно жить, колотя его за, ну, если ребенка там, или там, жену учить, вот попробуйте, знаете, ну, вот я просто, у меня было бы по-дурацки, жену учить. Бесполезное занятие совершенно. Я-то думал, я ее учу, а получилось, что это она меня учит. Но делать вид можно, конечно, но это все бесполезно. Я говорю, только себя меняет, только собой занимаясь. Изменил себя, увидишь, как другой изменится. Другой меняется, когда ты меняешься. Если ты его меняешь, все, ты, ну, можешь скандал устраивать, можешь там еще что-то, или он может прикинуться, что он вас слушает, а сам имеет в виду совсем свое. Ну, если этот человек от вас зависим, то есть вы ему деньги даете, вы его там, не знаю, ребенок ваш, он может прикинуться, что вы учитесь. Лучший способ обучения другого это собственный пример. Собственный пример это когда вы убираете, и тут вот появляется второй столб. Первый столб это я и другие. То есть, если у меня другие все в порядке, тогда и я в порядке. и наоборот, когда я в порядке, тогда и все другие в порядке. А вот теперь, может, у кого-то есть вопросы, кто чувствует, что он сам не в порядке, то есть у тебя вопрос, что у тебя другой какой-то не в порядке, у тебя к нему претензии. А вот есть ли здесь люди, у кого есть четкое понимание, что он какой-то недоделанный сам по себе, что ему надо духовно развиваться. Ну хорошо, я не доделаю. Я делаю замечание, то есть противоположная позиция. Ну, а ваша проблема в чем состоит? Ну, меня это тоже раздражает. Что вас раздражает? Другие люди с своими недостатками, мне почти все не справляются. Нет, это тогда первый вариант, это у вас другие все не в порядке. Вас в себе что-то обычно это связано, что вы не можете, например, достигнуть просветления. Есть такие люди, которые много практикуют, и вот они пришли и говорят, что-то у меня не получается, расскажите, как делать. Вот есть у нас здесь второй вариант? Уже было? Не могу увидеть себя, ищу себя. Вот, вот, молодец. Постоянно изворачиваешься. Вот, совершенно верно. Ищешь себя. Или там много думают, я это не запускал, вроде бы, зачем я это запустил? Перестань запускать, потом запустилось что-то, ой, запустилось, останови. Да. Вот это копание. Да. И изворачивание, где же я? Вот я. Так я откуда смотрю? Я отсюда смотрю, сюда посмотрю. и в чем проблема, как вы думаете? Нет ответа. Проблема же есть? Проблема есть. Молодец, неудовлетворенности. Чего тебя не удовлетворяет? Просто ты сейчас не смог. Я должен быть каким? Что-то увидеть или что-то опознать? Или что-то должно случиться? А у тебя в чем проблема? Ты сейчас вот что? Тебе этого не хватает? То есть ты типа не полный или что? И вот когда ты наполнишься этим, наконец будет. Или как-то наоборот вроде будто опустошусь. Так. И вот теперь смотри. А в каком месте ты не полный? Или вот в каком месте у тебя вот этот дефект находится? Здесь очень важно, вот как и с первой историей, очень важно не начинать обдумывать эти ситуации. ну там оценивать другого. Очень важно вот не размышлять. Вот ты сейчас сказал про историю, как ты умом пытаешься увидеть себя смотрящего. А вот не умом. Не умом. Где проблема? В каком месте у тебя чего-то там не наполнено? Ну оно просто возникает как это... Вот, смотри, очень хороший момент. это просто возникает. Ты как в этом участвуешь? Что ты хочешь наполнять? Непонятно. на оболнение какое, смотри-ка. Что наполнять? Непонятно. А можешь ли ты что-то там наполнить? Вот, например, это увидеть смотрящего. Можешь ты? Как ты... Обрати внимание, здесь тоже ни в коем случае не в слова убегать, а вот прямо сейчас посмотри в себя и вот посмотри. как ты смотришь? Ведь ты при помощи смотрения хочешь увидеть смотрение чего? Да. Вот, это потом будет. А вот как ты делаешь само смотрение? Как ты это делаешь? Потому что если ты не понимаешь, как ты делаешь, то как ты можешь что-то сделать, если ты не владеешь самой технологией? как ты смотришь сейчас? Вот, а как же ты хочешь вот в это просто есть еще что-то добавить? Что-то? Как ты будешь делать добавление? Как ты это? Видишь, смотрение делать нельзя, оно смотрится. Добавление как ты будешь делать? Что это такое? Во-во-во-во-во! Вернемся на два шага назад. Как ты делаешь неудовлетворенность? Как ты запускаешь механизм неудовлетворенности? То есть ты рассказываешь, как это описывается. А как вот сам механизм неудовлетворенности? Он просто же происходит? Он возникает. Я не вижу. Не видишь. Ну, как кажется, что хочется увидеть. Вот давай, как ты кажется делаешь? Как вот ты говоришь кажется, это действие. Как ты каждое мое делаешь? Чтобы казалось, нужно что-то делать. Нет, не делаешь. Ничего не делаешь. Потому что кажется, это тоже оперосмотрение. Смотреть ты не можешь. Ты не можешь управлять этим моментом. ожидать. То есть есть какое-то ожидание чего-то. Ожидание каких-то приятных ощущений. Но хрен редкий не слаще. Как ты ожидания запускаешь? Раз ты говоришь, что у тебя есть ожидание, как ты его делаешь? Потому что ты ему придаешь значение. Но для этого надо что-то придавать, как будто ты можешь его контролировать. Типа убрать ожидание. а если ты не знаешь как ты его запускаешь? Это то же самое, что видение, что ожидание. Ты вообще тут никак вклиниться не можешь. Вообще попробуйте как-нибудь вклинить себя хоть в одно действие. Тогда вообще о чем речь? Как можно переживать по поводу того, в чем вы вообще никак управиться не можете? Вы никак не можете присоединиться ни к одному действию. Помните известную историю? Я руку поднимаю. Как мой умственный момент добрался до моего тела? Где соединительное звено? Вы можете сразу Черняговскую вспоминать. Она может сказать, что даже у меня в мозгу это появилось раньше, чем. Как умственное соединяется с физическим и тогда запускается подъем ноги? Это касается всех действий, с которыми вы удовлетворены или не удовлетворены. Вы ни одним из этих действий не управляете. Тогда как же может быть у вас какая-то проблема? Если вы ни к одному действию не имеете никакого отношения, ни к действию просветления, ни к действию затемнения, ни к действию смотрения, ни к действию нарушения этических норм, ни к чему не имеете вы и тут же вопрос, а я-то вообще-то кто во всей этой истории? Про кого-то я сейчас говорил, вот, например, ваш случай, кого-то там задевает вот эта неудовлетворенность? неудовлетворенность есть, а кого она задевает? Ну мозг же постоянно запускает какие-то триггеры, и ты это тот, кто сбрасывает их? Давай про сбрасывание разберемся. Как-то ты их сбрасываешь? Начинаешь спрашивать, кто это думает? Как ты спрашиваешь? Еще раз говорю, всегда есть начальный момент, как мыслительный момент переходит в действие. Начинаешь осознавать ты сейчас просто одно слово другим заменяешь. Не ответив ни на один вопрос, ты начинаешь другие слова употреблять для того, чтобы описать предыдущее. Еще раз говорю, как запускается, что именно ты делаешь для запуска хоть одного действия, самого простого, через какой? Самое важное, что это делаешь ты, потому что вопрос с тем, что я есть, здесь вот кол на голове чеши, я точно знаю, что я есть, хотя я не знаю, как я это знаю. И даже вот из этого я есть, и начинается вот эта интенция. Я смотрю, я доволен, я недоволен, я думаю. начальный пункт есть, где он находится, вот это уже можно дальше, как я начал искать, как можно начать искать то, чем я и так являюсь. Внимание, давай, обрати, обрати внимание. На что нажимаем? переведи, переведи, нет, ты рассказала, что ты делаешь, это в прошлом, твой рассказ о прошлом, переведи, делай перевод. Ну, отождествление себя с тем, что ты думаешь. Это уже потом, это ты опять словесную. Отождествись, на что ты давишь, чтобы началось отождествление? Вы просто засыпаете в словах, в интерпретациях. Для этого вам нужны концепции, и вы начинаете из прошлого вытаскивать либо какие-то знания, либо попытки рассуждать просто логически. В логике никакого смысла нет. Чтобы рассуждать логически, должно быть хоть одно основание реальное, на которое можно было бы опереться. Если вы ни на что не опираетесь, вся ваша логика она вот на пустом месте. Состояние подавленное от чего возникает? От того, что ты все-таки себя ассоциируешь с каким-то удовлетворением? Вот и начинайте. Смотрите. То, откуда вы смотрите, может быть подавленное? Нет. Подавленное это некая история о себе как персонажи, там, женщине с таком-то возрасте, с такими-то проблемами, и все. Вот, когда вы женщина с проблемами и в таком возрасте, у нее бывают депрессии. При этом, только что я вам объяснял, смотрите, вы что можете делать. Вы можете наблюдать в себе, как у вас эта депрессия в каком-то месте, в виде какой-то эмоциональной такой вот, живет, а кто смотрит-то на нее? Вы же можете наблюдать, вот депрессия началась, все, значит, депрессия не вы, это просто некое волнение, которое обусловлено определенными состояниями или определенными концепциями. Депрессия из той же оперы, как ты смотришь, ты не можешь не запустить депрессию или остановить, она просто происходит, как некая детерминированная система, понятно, да? То есть, есть еще вот эта тема кармы, у тебя выбора нет, чтобы вот сейчас не находиться в депрессии, или смотреть, или думать. это смотрение смотрится, думание думается, депрессия депрессируется. Ты-то тут при чем? У кого проблема? Вот, это очень важный момент, потому что даже лучше всегда с него начинать, потому что с другими это все понятно, все козлы и понеслось. Мужики козлы, бабы дуры, президенты идиоты, сосед. А я влюбленный проект. Что? Предназначение проекта про коммун и его человека вообще не мало. Вот, итак, что вы хотите? Ну, я говорю, внутренний компас, поэтому, вот, знаешь, точно, что вы его заявили, что вы наплевали. Это вы про кого рассказываете? Про компас. Про компас. Представляете, вы себя теперь какой-то внутренний компас пытаетесь загнать, который, типа, вот как север находит и всегда знает правильную дорогу. Но это же картинка, которую вы сейчас рисуете в воображении. Какого отношения вы имеете к ней, если вы тот, кто рисует эту... Давайте. Как вы будете познать себя? Если немало проектов, значит и себя немало. Проектов миллион. Как познавать себя? Нет, вот ему цель конкретно думать. Вот то, про то, что сейчас я вам рассказываю, это как разрушить все проекты, чтобы у вас ни одного проекта больше не осталось. Потому что все проекты это не в ту оперу, потому что проекты они делаются в рамках концепции. Там пойдемте строить коммунизм, пойдемте светлое царствие строить, пойдемте йогой заниматься, пойдемте просветление получать. есть направления, есть учителя, есть технологии, есть тысячи идущих, вы-то тут при чем? можете с ними встроиться и дальше идти, нету проблем, просто вы тогда не в то место пришли, есть места, где вам рассказывают, вот у нас компас, вот наш рулевой, пойдемте с нами, есть такие места, можете туда идти и выбрать любое место. Здесь меня не интересует, что есть какое-то место, куда вы можете пойти. Единственное, что мы можем сейчас сделать, это вы а не я. Обратите внимание, как вы себе строите цель, кого вы собрались по ней вести. Прямо для себя лично никаких людей больше нету. Лично для себя осознать, это даже не моя концепция, это вы, то, что как вы это сделаете, какой вы компас себе возьмете, это будет ваш выбор. Я вообще, обратите внимание, никакого учения нету, которые бы я продвигал. Хотя оно там и называется адвайта, но это вообще ни о чем. Как вот община дзакчена. А вы из какой общины? Если вы из общины, то это вам община. Здесь вы сейчас можете прямо в прямом эфире смотреть на себя и думать, как вы думаете, как вы вообще вот сейчас задавали этот вопрос. на что вы нажимали, чтобы нарисовать картинку с вот этим направляющим компасом, который вас где, на что вы оперлись? Вот я говорю, очень важно, любая попытка о чем-то говорить, должна иметь основание, от которого вы отталкиваетесь, что должен быть компас. Ну вы мне можете сейчас заведить, ну как же без компаса-то. Ничего нема. Ничего нема. Если там что-то нет, то это я не знаю, кто вам туда насажал все. Ну если так сказать, это называется нигилизм, и это тоже концепция. То есть просто так это очень тонкий момент, что поисследуйте прямо себя сейчас. От чего вы отталкиваетесь, когда формируете вот эту попытку выразить то, что вы выражаете? От чего вы отталкиваетесь? От какой-то концепции, что должны быть концепции? От опыта. Давай, радость моя. Когда я ребенок, я же не понимала, что хорошо, что плохо. Так, а сейчас что понимаешь? Подожди, подожди, сейчас понимаешь? Ну да. Ой, ты ну ну ка расскажи нам, сейчас мы узнаем, что такое добро и зло. Все бились, бились, а вот одна сидит тут, и у нее в детстве была дура, а в школе объяснили, теперь она знает, что такое добро и хорошо. А чего? Вот давай, оттолкнись, назови, от чего ты оттолкиваешь? что в меня вложили, вот это горячее, я знаю, что это горячее, я же на него не скажу, что это холодно. Нет, горячее, оно не потому, что сказали горячее, оно просто вот горячее, горячее, все. Это тоже очень относительно если с холода попасть, или с очень Да, это есть же такая хрень, что действительно с холода и с тепла теплую воду тот, кто холодно, она горячая, тот, кто с холода, она будет даже холодной, если она там, если ты с минус 60 зашел, а вода там плюс 10, все будет ого. Ну, так о чем ты говоришь? Потому что я говорила, что это, почему мы строим свою судьбу или куда там ориентируемся, потому что... Потому что, да, нам прописали, это горячее, это холодное, это самое... Вы-то теперь взрослые, и ты пришла разобраться с самым главным, а не с тем, чего там тебе напрописывали, потому что начнешь разбираться с теми, кто в авторитете, то там вылезут очень странные люди. Ну, обычно это какие-то ученые, но ни один из них, кроме некоторых, вот, которые там в традициях каких-то, ничего не реализовал. Он был такой же несчастный и умер от поноса там, или еще о чем-то, подагры, или... Понятно, да? То есть, от его знания никакого толка не было. Так а тебе-то какой толк? Ты же будешь помирать, дурой. Тебе-то какой прок от того, что в тебе там навкладывали, что горячее, что холодное, что коммунизм, что Степан Бендера, там... Какой тебе прок-то от этого? Ну, если ты не хочешь под их знамена стать и дальше идти, хочешь, все, это не сюда, иди, там есть места, где кучкуются люди по разным группировкам. Нету никакого опыта. Всякому опыту ты даешь свою интерпретацию. Вот пока ты была маленькая, как ребенок, интерпретация была твоя. Нравится, там, хочу, не нравится, орешь. Да, все. Но никто, там, объяснение, если тебе нравится или не нравится, это все ничего не значит. У тебя была прямая реакция на что-то. Вот, на самом деле, ты-то думаешь, что ты теперь взрослая? Нет, ты не взрослая, ты точно такой же ребенок, на том же месте и сидишь. То, что является тобой, к нему что-то прибавилось? Нет, тело выросло, социальные роли выросли, а к я что-то твоему прибавилось? Нет, потому что не к чему прибавлять, нечего увеличивать, оно вот как была маленькая ты, так и сейчас. И будешь помирать старушкой, то же самое будет. Ничего ты не прибавляешь к я. Но именно его ты и не знаешь. Вот ты знаешь все о социальной роли, о болезнях тела, о каких-то проектах в мировом масштабе. Вот об этом ты можешь говорить, но к тебе это никакого отношения нет. Это просто кто-то пользуется твоей энергией, твоим временем, твоими деньгами. Понятно, да? И причем вот даже вы сюда пришли, у меня нет задачи, чтобы вы стали моими последователями. И дальше себе натянули, как можно растождествляться, и делать. Нет, моя задача, чтобы вы больше сюда не приходили, а поймали в себе вот эту способность делать все это самому, самому назначать смыслы, причем понимая, что опираться не на что, а это значит, что все смыслы имеют право быть. Все смыслы имеют быть право. Даже самые злобные, и даже те, которые очень прорицаемы обществом. Вот я говорю, вот пример наших социальных вот этих историй очень показатель. Мой отец был коммунистом, и он верил в коммунизм. Это был не глупый человек, с высшим инженерным образованием, очень умный человек, в математике разбирался, но он думал, что коммунизм это хороший проект. Он прав? Конечно. Ему хотелось так думать, он и так думал. Какое я ему имею право говорить, ты не прав. Вот либеральная теория, или там, я не знаю, рыночная экономика, вот как надо. Это что такое? То же самое. Все эти либеральные теории, есть сейчас люди, которые, может быть, через 30 лет будут говорить, какой я был дурак. А я же в людях совесть, сейчас я просто тормоз на пути развития. Ну, есть моральные там... Вот и с моральными то же самое. Моральные были нужны, пока ты был... Подожди, пока ты был маленький, тебя нужно было вписать в моральные этические нормы, потому что ты мог по ошибке сделать какое-нибудь зло. Ну, например, там, я не знаю, взять ножик и ткнуть там младшего брата. Ну, условно, причем ты это бы сделал без всякого зла, просто из экспериментов. И вот поэтому говорят, не убей, не укради, потому что есть такое правило, что вот ты украл, а так как это твое отражение, тебе все вернется, у тебя украдут. Это просто вот те люди, которые, они говорят, не укради, не убей, не потому что, а потому что это закон, причинно-следственных взаимодействий, как аукнется, как там поговорить, так и откликнется. Не пили сук, на котором сидишь, не плю в колодец, в который, это народное, уже такое понимание. И в этом нет никакой логики. Это просто опыт такой показал. И можно уже это не делать. Но это можно делать не потому, что такие принципы. В принципе, вот, например, мне не надо больше никаких вот этих принципов. Я не буду там ни воровать, ни убивать, ни плевать в колодец, ничего, потому что просто вот не буду. Принципы не нужны. Мне принципы не нужны. Я не буду. Если будут кому-то насилие делать, я буду сопротивляться, помогать слабому. Понятно, да? Если надо кому-то помочь, я помогу. Но я это делаю не потому, что принципы, а это такая естественная природа. То есть, осознанный человек, он живет... То есть, это же осознанные люди эти принципы и придумали. Потому что пока человек глупый, он будет всякие отклонения от них делать, пробовать свои исследования проводить. Эти принципы, они не с точки зрения социальных ролевых. А если ты, чем более ты осознанный, тем ближе ты будешь к этим принципам. Потому что они из этой осознанности и вышли. Чем менее ты осознанный, тем больше эти принципы должны быть как табу, прописанный уголовный кодекс и все такое прочее. Поэтому, опять же, если ты... Тебе нужны внешние принципы, опять, можно дальше не слушать, а просто разобраться, какие правила правильные и разобраться. Либо я по христианским моральным живу, либо по ведическим, либо там, я не знаю, по вот светским. Люди, получается, что и есть компас? Я говорю, вот ты так чувствуешь? Да. В принципе, есть люди, которым нужен компас внешний. А вот внутренний компас, он без всяких номинаций. То есть, я делаю то, что я делаю, не потому, что есть какое-то правило, а потому, что это и так сделается. Вот это самый сложный момент, потому что мы почему-то боимся, что что-то надо, там, соломку подстелить, что-то надо доделать, что мир недодел... Или я недоделанный. что я не уверен в себе и мне надо чего-то вот там до просветлиться, до развиться, там, физически, психически, морально. Вот, да, яма-не яма. Ага, извините. Можно еще тема «я и другие»? Да, я и другие. Другие, значит, есть другие люди, которые конкурируют со мной за жизнь. Да. Потому я их боюсь. Да. Иначе они меня заинут. Да, это детский уровень. Я могу их бояться, бороться и становиться лучше. Да, да. Потому есть страх. Да. Как отработать эту тему, чтобы не было других, чтобы я их не боялся? Хорошо. Значит, смотрите. Когда отработал тему, уже нет проблем. Как она отрабатывается? Отрабатывается именно вот таким способом. Потому что вот эта история, что есть враги, которые хотят меня убить, она очень древняя. Ну, раньше, на самом деле, это даже не другие, а вся природа была агрессивная. То есть животные могли сожрать, в речке можно утонуть, на морозе можно замерзнуть. Нужно каким-то образом себя, свое тело, чтобы оно сохранялось, сохранить. Это такой животный страх. Он прошит у нас на уровне инстинктов. Здесь вообще никакой, как говорится, бьют, беги, дают, бери. Здесь ты ничего не добавишь. То есть если тебя будут убивать, конечно, тут ничего уже с перепросмотрами делать не надо, а просто бежать как можно быстрее. Это у тебя сам организм сработает. Тут уже додумывать ничего не надо. То, что ты говоришь как про социальную тему, что вокруг люди, которые там хотят мой бизнес поджать, если ты этим занимаешься. Или просто есть там преступники, убийцы, которые могут это самое... Вот зачем ты это думаешь? Еще ничего не случилось, а ты уже начинаешь в голове крутить. Есть убийцы, есть враги. И вот самое интересное, чем больше ты крутишь, есть такая тема, о чем думаешь, то и происходит. Вот они к тебе и придут, если ты будешь о них думать. Перестань о них думать. От того, что думаешь ты о них или не думаешь, произойдет то, что произойдет. Но если ты будешь о них думать, они придут. Все. Вот теперь начинай разбираться. Какова причина, почему ты начинаешь думать, что где-то есть враги? Тебе кто-то угрожает? Нет, вот начинай разбираться с... Зачем думать о том, что не является текущим моментом? Вот сейчас мы здесь сидим, комфортная ситуация, врагов нету. Зачем думать о них? Родители так не научились. Да, вот и начинаем понимать, что это действительно... Но родители правильно делали. Когда ты был маленький, тебя могли украсть, старшие могли обидеть, там, отец себя учил драться, там, еще что-то. Это нормально, теперь-то ты взрослый. Зачем тебе детские фобии переносить на вот эту реальность? А есть такие люди, вот, знаете, у нас Украина, Россия, до чего дошло, друг другу убивают. Убивают из-за дури. Просто одни подумали, что там они чего-то против нас имеют, давай-ка мы вперед дадим. А эти подумали, что они против нас что-то, ну, там, американцев пустят, давай-ка мы у них там Крым отняпан или еще что-то. Все, вот сидят и думатели такие, а так как они в руководстве, то они еще и тех, которые не очень соображают, наузкивают, и вот они там друг с другом теперь, как это, паны и чего-то там, а чубы трещат у этих, у холопов. Вот и вся история, а возникло это вот из этой дури, что вдруг кто-то там, давай-ка мы вперед упредим, первыми им в глаз дадим, именно потому, что ты так строишь мир. А вот тут мы начинаем включать вот эту хорошую тему, а кто это такие, кому ты, на кого ты замахиваешься, есть ли вот эти персонажи или они только у тебя в уме? В уме, совершенно верно. Там и бендеровцы, и пропутинцы, и там это все в уме. Когда ты этого человека встретишь, вот мы сейчас сидим, и начинаешь с ним разговаривать, это просто фобия, которую ему кто-то включил. Зачем такой же человек с таким же этим самым совсем прочим? Зачем? И раз у тебя в уме, это получается, что действительно ты видишь не того человека, а отражение своих состояний. Это получается вот, вот знаете этот мультик, там крошка и нот, вот он говорит, там в речке кто-то сидит. Когда я прихожу, на него замахиваюсь, он тоже замахивается. Вот так мы и живем. Это выдумано. Если ты держишь тему с врагами и со всем прочим, конечно же, они будут в отражении замахиваться, он перестает замахиваться. Начинаешь с ним разговаривать, он начинает с тобой разговаривать. И выясняется, что нету врагов. Все самые жестокие враги, они все на самом деле ради каких-то благ это все делали. Нету врагов. Наоборот, я говорю, даже это очень хорошая тема. Найдите тех врагов, которые действительно максимально могут вам угрожать. Ну, психически раздражениями. И уже вот прямо с ними начинайте вот этот эксперимент. Где сидит страх, что есть какой-то враг? Где сидит? Как это я вот формулирую, что есть опасность? Как она во мне сидит? Как она сидит в тебе? Вот ты смотри туда. Где-то есть страх, я говорю, что не будет пищи, что не будет разный. Произведет насилие какое-то. Боязнь насилия. Правильно? В детстве нас колотили, и мы понимаем, что надо защищаться. И начинаем тренироваться, и готовиться к следующей драке. Ну, вроде бы все правильно, но на самом деле, ну такая чушь. Зачем готовиться к драке, если можно вообще на эту тему не думать, не ходить в те места, где дерутся, а ходить в те места, где друг друга любят, общаются. Ну, видите, мы же сидим, никто не дерется. И вы пришли сюда. Можно отпустить всех этих врагов. Ну, а если враг пришел? Если бы докобы. Сейчас это у вас в голове, потому что вы смотрите телевизор, и вам говорят, враг у ворот. Вот он. Тут милые китайцы пришли к тебе, там, мне все твое бедо опять на нафиг. Это так глупо, мы думаем, что мы будем поступать в ситуации, в которой как-то там спланировало и намеренно. Оно будет все происходить. Да, придут китайцы, и потом только будет уже придут китайцы, будем действовать. Вот обратите внимание, это бесполезно планировать, как ты будешь действовать в той ситуации. Причем здесь еще раз, есть люди, которые занимаются планированием, но тогда они идут в генеральный штаб, заканчивают академию, носят военную форму. Все, если вы собираетесь защищаться от китайцев, идите в армию, вы будете на месте, там эти мысли нравятся, там вы будете на своем месте. Вы пришли не китайцев ждать, а увидеть, что китайцы это просто у вас в голове. Нет никаких китайцев. Вы когда увидите китайца, вы увидите, что это просто человек. Даже если будет пять человек китайцев, без разницы, это просто люди. Причем точно такие же и с точно такими же тараканами. Я же говорю, это будет копия ваша. И самое интересное, вы будете видеть тех китайцев, которых вы способны видеть, потому что тех китайцев, которых я вижу, это другие китайцы. И вы никогда не узнаете, каких китайцев я вижу. И я даже не вижу, каких китайцев вы боитесь. Поэтому я говорю, это бессмысленно. То есть я вам ничего толком не отвечу, потому что я не понимаю, каких китайцев вы боитесь и за что. В чем у вас страхи. Но я вам говорю, что вы можете свои страхи поизучать. Этот механизм он универсальный, что в его случае, что в вашем случае. Поизучайте внутри себя, как вы боитесь китайцев. Что желтый цвет их лист боитесь? Или то, что их много? Или то, что они говорят по-китайски я ни хрена не понимаю? Или то, что они не христиане? Можно придумать какое угодно и дальше разворачиваться? Нет, потому что у нас забрали Тибет. Тибет забрали нас. Сейчас я вам скажу про Тибет. Тибетцы зажрались, перестали следовать Дхарме, и китайцы у них, чтобы им дурно было, забрали, чтобы они теперь вернулись так. Есть такой же вариант, что все за грехи дается наши, что вот эти наши революции, войны ушли от Бога, получили Советский Союз и всю такую хрень. Но это тоже объяснение для дураков. Это все где-то там в прошлом. И это все есть результат. Вот я говорю масс-медийной, читали газеты, изучали историю. Это все чьи-то мнения. ни один из них, ни одно из этих мнений не является правильным. Вот даже я говорю сейчас отношения России и Украины. Украинцы думают, что Россия там чего-то, там голодомор там. Самый большой голодомор был Львовской области, которая не входила в состав СССР. Ну это уже такие факты начинаем разбирать. Понимаете, начать копать факты билиберда получается полная. Просто каждый вынимает какой-то фрагмент и в угоду себе вам-то сейчас... Я не говорю, что если вы историк, если вы политик, все, вы разбираетесь с этим. Вы пришли сюда не найти правду с точки зрения политики. У вас есть возможность посмотреть ты-то здесь, как тебе присоединилась вот эта идея, за что она тебя цепляет. Она же как-то цепляет и раз и слова, и попытка что-то сказать. Враги там, компас, еще что-то. Как она тебя цепляет, за что она там такое дергает, что ты вместо того, чтобы быть бытием, вдруг становишься жертвой. которая обеспокоена, что тибет китайцы забрали, или которая обеспокоена, что где-то может быть какой-то человек нехороший идет, и может там ребенка обидеть. Если ты хочешь спасать людей, идешь в пожарники, в милицию или еще куда-то, в полицию, и тогда ты борешься с врагами, с огнем или еще с чем-то. Это все на своем месте. Даже делая это, можно быть достаточно осознанным человеком. Базовый страх это страх смерти. Молодец, совершенно верно. И ты просто не знаешь, что после этого будет. Вот. И потому ты боишься. Все, и дальше поэтому ты рисуешь других опасных. Они могут тебя убить, а ты не знаешь, что дальше после смерти. вот и начинай вот с этого. Как ты будешь умирать? Что такое умирание? Вот был такой Махарш, известный, пробужденный, в 16 лет вштырил, он такой, я умру, могу. И он начал умирать. И вот ты можешь сейчас, раз ты этот базовый страх обнаружил, посмотри в себя, как смерть, за что она тебя... Я понимаю, физическое тело боится боли. То есть если сейчас вот гвоздем ткнуть в руку, руку отдергиваешь. Но даже помните, я где-то там в каком-то видео говорил, что можно сидеть и вот так вот руку потихонечку прокалывать, больно, 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 больно. Не умираешь же? Больно, 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 раз руку проколол. Больно, ну и что? Это просто боль. Это реакция физического тела. Где здесь смерть? Смерть это, наверное, когда ножом протыкать. Конечно, ножом протыкать не надо. Просто не надо это. Проверять этого не надо. Но даже когда у вас будут протыкать ножом, есть такие истории, вы не заметите. Вначале будет больно, 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 а потом раз, я умер. А кто умер, если я сейчас вот это все наблюдаю? Или вы думаете, что ножом протыкают больно, больно, больно и хаос? Вот. вас пугает, оказывается, не боль, а неизвестность. А как можно бояться неизвестность? А вдруг там будут райские кущи? Зачем сразу предполагать, что там будет боль адская и дальше черти вас будут вилами? Ну, это опять бред какой-то. Чтобы черти вас не жарили, не парили, делайте добрые дела сейчас. Чего мы боимся как страх смерти? Чего? Небытия, неизвестность, или что там будет хуже и придется ответить? Кстати, чаще всего мы подсознательно понимаем, что я сейчас тут такого наделал, что там-то это здесь я могу спрятаться, там водки выпить, забыться, там, а там уже прятаться некуда буду, буду на страшном суде с чертями встречаться. Вот, оказывается, у нас есть, потому что у нас есть даже опыт этой части. Только ум это не перерабатывает, это существует в виде всяких волшебных рассказов про загробный мир, про огненную гиену и про всякую. Если ты серьезно к этому относишься, тогда ты боишься встретить. Если ты считаешь, что ты распадешься на атомы и молекулы, чего бояться, если ты и так из атомов и молекул состоишься и на них же распадешься? Где страх смерти? Как? Как тебя смерть вообще? Достать может, если ты и сейчас атомы и молекулы, а потом просто распадешься и снова будешь атомами и молекулами. Чего бояться-то? Я не знаю атомы и молекулы. Вот, опять же, не знаешь. Все-таки есть надежда, что черти встретят. Больше всего, что это, все останутся от Бога гулять, веселиться, жить, а ты уже будешь. Да ты, вот вы сейчас только это и думайте. Как бы мне отдохнуть от этой дурацкой жизни? Поехать на Багамские острова, лечь и ни о чем не думать, это и есть умереть. Это мечта. А вы этого боитесь. Некоторые даже жизнью из-за этого поканчивают, потому что так достала жизнь, пойду на отдых харакири. А там черти с вилами. И тогда нет, харакири делать отложим. Надо лучше пойти добрые дела поделать, пока есть время. Правильно? Добрые дела, они очень как бы хорошо укладываются. В какую-то опять же концепцию. Поэтому и возникает тема с компасом. Твори добро на всей земле, возлюби ближнего. Потому что вдруг зачет будет. Выхожу, а там ангелы, а черти алкоголиков забирают. А я пить бросил. Я. Но это смешно, но когда вы строите себе страх смерти, никто не исследует его, а именно запускает какие-то вот эти страшилки. Распадусь на атомы, ой, как страшно. Ничего не будет. Ой, как... Ой, будет, там будет. Ой. И сразу вопрос. А вообще вот кто рисует эти концепции о том, что я распадусь на атомы? Это ж картинка. Это картинка из прошлого. Как это будет? Ангелы, демоны. Это все художественное кино, которое вы просто сейчас смотрите. как вы можете попасть в художественное кино, которое вы просто смотрите как кино? Как вы туда вообще попасть можете? Вы-то где сейчас? Вот, вот, подождите, вот это самый интересный вопрос. А сейчас-то вы где? Может, вы уже в аду? Украина не самая лучшая. может, вы уже в аду? Из-за грехи здесь у вас президента из 95-го квартала там из какого-то. Это ж надо выдумать. Может, вы уже в аду-то? А вы сейчас чего-то там боитесь? Может, вы уже знаете, такие фильмы из художественных? А самое интересное, некоторые в аду прямо сейчас уже. Их жизнь такая, что караул. Так в том-то и дело, что самое интересное, что многие движутся к этим поискам духовным. Они движутся даже не просто движутся, чтобы уйти от страха и получить что-то взамен какой-то приятный опыт. То есть заменить что-то, что тебе не нравится в жизни. То, что нравится. Сейчас смотри, дальше история пустая. Как тебе самое главное, что вот это как раз таки и ломает дорогу, потому что есть цель у нее. Цель, конечно. Цель у кого? У кого цель? Ну, подсознательно, оно тут именно так и работает. Ой-ой-ой, про подсознательное лучше не говори. Подсознательно, оно подсознательно, что мы его не можем вывести в сознание. А если ты сказал о подсознательном, подсознательном, оно стало сознательным. Да, но в любом случае любой человек он стремится к какому-то позитивному опыту, даже преступлении, которое ты возьмешь, он будет оправдываться, он будет себя оправдывать, что он сделал что-то свое оправдывание. Ну, оправдывать это у нас любимое занятие. Как себя оправдывать, да, как себя оправдывать. И мы вот изо дня, именно пока вот мы этим оправданием занимаемся, мы в аду и сидим. Еще раз говорю, есть великолепный механизм. Как вы страдаете? Не страдайте в виде кино, в котором вы видите, что вы живете на Украине, у вас нету денег и вообще понаехали. Но страдание опять-таки получается происходит само, потому что есть... Без потому что вы страдаете, потому что страдаете. Потому что есть личность какая-то, которая проживает. Просто страдает. просто страдаете. Теперь вопрос, а что такое страдание? Может быть, это наоборот наслаждение? Знаете, садомаза? С чего вы решили, что это страдание? Жить, например, в Украине. Да это самое великое счастье. Вон, сейчас у тебя были. Выходишь на балкон, там этот самый Днепр. Птички. Да, птички. Какое счастье. Где страдание? Даже если ты, говорю, вот там, я говорю, прокалываешь иголкой эту самую, или же тебя достает твой родственник, где здесь страдание? Родственник это просто достает. Дождь идет, это неплохо, нехорошо, это явление природы. Доставание родственника, ты тут ничего убавить, не добавить не можешь, это просто явление. где здесь страдание? Страдание появляется только тогда, когда ты есть кто-то и ты начинаешь это страдание рисовать. Ты просыпаешься каждое утро кем-то. Ну-ка, расскажи. Подожди, подожди, как ты это делаешь? Вот ты, подожди, сон закончился, ты еще никто, и как ты становишься кем-то? Вспоминаешь, молодец, запускаешь мыслительный процесс. А в этом мыслительном процессе есть память, что ты женщина, живешь в Украине и началось страдание. Ну, это совершенно четко. То есть, вот этот сон, который легкий, просыпаешься, и ты кто-то. Нет, подожди, ты это тот, кто проснулся. А вот кем ты начинаешь это ты из памяти начинаешь вытаскивать и начинаешь его компонировать. Ой, не забыть, я женщина, я страдаю. У меня там вот ты что делаешь. И тебе, я не про тебя говорю, мы понимаем, что это нравится тебе страдать. Потому что если ты не будешь страдать, тогда ты никто. Люди любят страдать. Я не спит. Я говорю, все люди находят, если тебе нравится, чтобы круглого мыли враги, ты идешь в армию. Все, начинается. Враги, я на своем месте. Мне нравится. И я об этом говорю, козлы-то, а мне нравится. Если я это самое, вижу, что меня никто не любит, я тогда начинаю свои болезни рассказывать. Тогда обращают все внимание, мне нравится болеть, потому что тогда на меня наконец начали обращать внимание. страдание, это как раз способ показать, что а я-то вот он. Обратите внимание, у меня страдание. Поэтому страдание, поэтому я про мазо-саду и сказал. Это садо-мазо натуральное. Все страдания это форма получения удовольствия. Если бы есть те, кто страдают, которым действительно, это суицидники. Вот они подходят к конкретному пределу. Но это вообще такая дурь. Потому что они-то думают, что страдание в теле, а страдание это в другом месте. Если тело убрать, страдания остаются в еще большем объеме. То есть ты не улучшаешь ситуацию, а ухудшаешь. Поэтому они все в аду сидят. Они в аду сидят не потому, что там черти сидят, а потому, что они сидят в своих страданиях. Им даже выйти за них невозможно. И это вечность. Те эмоции видятся, что ли? Конечно. Ты же и так сейчас. Ты спала, была нормальная, проснулась, и началось. Я женщина, и понесло странно. Все, ты живешь в голограмме собственного ума. Не только эмоции ощущаются. Эмоции, которые... Ну да, конечно. Вначале они ощущаются, а потом ты их начинаешь обсуждать. И их становится все больше и больше, потому что ты потом становишься... Да, ну потому что память там... Как это? А потом, когда понимаешь, что ты не понимаешь? Понимать здесь ничего не надо. Это автоматический процесс. Вы ничего не поймете никогда. Смысла ни в чем нет. Черняговская уже сказала. Мысли бессмысленны. Потому что нету ни одного основания, чтобы строить хоть одну правильную мысль. Это даже ученые знают. Они ищут этот бозон Хиггс или что-то. Найти не могут. То, что они находят, это билиберда. Это очередной базар о том, что что-то, где-то как-то. Ни одной завершенной теории устройства мироздания нету, где бы был выстроен окончательный опорный пункт. Все это гипотезы. Просто если гипотезу поддерживает больше людей, то она считается истиной. Ну, потому что они просто убивают тех, кто... Да, другой гипотез. Ну, раньше это так и делалось. Это в религиях было. Одна религия, пришли, поубивали наши религии, правильно. Вначале религия убивала еретиков, ученых, потом ученые пришли, поубивали на Советском Союзе священников. Ну, что же вы... Все, никакой истины нету. Истина это то, как вы сейчас относительно чего вы вот это проснувшись начинаете. Я боец, кругом враги. Или я там недуховный человек, пора бы заняться духовными практиками. Все. И начались страдания. Чего бы мне такое сделать, чтобы вот это все получилось? Пойду на йогу, пойду на... А, можно и с товарищами забухать, тоже класс. Ну, это тоже форма убежания, убегания от себя, потому что, когда ты пьешь, наркотики опять же хорошая вещь. Но все понимают, что если ты будешь заниматься алкоголизмом или там тяжелыми наркотиками, ты просто очень быстро... Это такая форма суицида. А про суицид мы уже говорили в аду. Ну, в собственном. А как понять, что это плохо наркотики? Еще раз говорю, есть разные наркотики. Потому что с наркотиками там целая история. Нет, вообще, как это? Поверить, получается? Поверить, да, поверить. Потому что... Потому что... Уверование же страна. Ну, есть вот там темы с героином, с крэком, где вот люди просто разлагаются, тело... А какие-то потом процветают... Дальше начинается статистика. Начинается... Чи-чи-вы там... Нет, даже... Дальше статистика. На тысячу человек сколько фанфары... Концепция. Концепция. Все. Только путем методом проверки можно это все... Надо быть честным просто с собой. Дальше начинаются социальные правила. Ты хочешь, чтобы твои дети провеляли себя на героине? А я тут при чем? Кто я и кто хочет? Вот, 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 все. Поэтому давайте запретим детям героин давать не будем. Алкоголь продавать после 18 лет. И начинается, правильно же? А дальше кто кого победил? Если наркоманское лобби победит, водку запретят. Только кури марихуану. Мы же верим... Алкаши запобедили, марихуану запретили, потому что кто начинает марихуану, он бухать перестает. Кому это надо? Я просто считаю, что все можно только проверить на каком-то своем... Дальше начинается вопрос. Давайте позволим детям проверять все на своем муке. Пусть 13-го этажа прыгнет, может, из 100 человек один выживет. А кто это сейчас за центром делает? Вот, я сижу, вот я же и говорю, да, сейчас я взял и показал, что я могу встать в оценочную позу и начать делать оценку. И дальше говорю, работают социальные вот эти уже проверенные вещи. С 13-го этажа прыгать не надо, героин детям давать не надо, потому что статистика показывает смертность превышает... Вопрос был, а кто я? Вот. Ну вот, поэтому мы перестаем разговаривать о героине, о социальных ролях и этот вопрос я здесь задаю. А почему? Пускай ли есть вопросы? Я говорю, есть вопросы. Я не слышал в ютубе ни разу, что кто-то спросил. Вот я спрашиваю. Да, и так. Кто ты такой? Я. Все. А когда это впервые началось понимание, что здесь я и все? Ну оно... А я с ней? Оно... Вот смотри, у него нету начала, оно просто вот я и все. Нет, конкретно у вот этой формы, которая сейчас говорит, вот этой формы, о которой говорит. Ну дальше вот... Как-то было какое-то... Теперь спрашивается, вот что эта информация вот этой форме от этой формы может передать. Ты сейчас то, что я расскажу, не поймешь. Потому что ты... Это будет мой опыт. Сколько бы я про свой опыт не рассказывал... Интересно про опыт Сергея. Поднимите руки. Мы сейчас сразу все решим. Давайте потрындим о духовности. Пока мы тут трындим тоже всякие концепты вообще рождаем и все. Блин, ты срываешься. Начал натянуть. Демократия закончилась. Ой, конечно. Можно просто по другому вопросу задать. А если мы поставим вопрос? Мы можем все одним действием решить? Да, самоубийством. Да. Ты можешь. Действуй. сейчас. Без слов. Ну, именно сейчас? Все, испортила. Нет, ну, все, все испортила. Если потрындеть, продолжаем трындить. Все, одним действием не будет. Испортила все. Можно было тебе сейчас выскочить. У тебя был очередной шанс. Да не верь. Проверь. Он все говорит это. Не верь мне. Проверь ты. Яшин. Видите, вы пришли на сатсанг. На сатсанге вот такой формат. Медленно, долго, раскачиваем. Кто-то что-то замечает, когда кто-то говорит, кто-то замечает то, что... И вот такая вот, ребятия. И нам нравится. Культурно проводим вечер. Не ворку пьем. Правильно? Давай. Кто, собственно, просветляется вообще. Вот. Я есть уже просветленная. Это не тело. Стоп. Очень хороший момент, потому что вроде бы все верно. И вы уже тысячу раз это слышали. Правильно? А теперь вот попробуй это сделать максимально честно. Ты точно знаешь, что ты не тело? Или у тебя есть сомнение, что ты где-то в теле сидишь? Подожди, подожди. Давай... Нет, здесь надо вот вцепиться, как клещ, и не отпускать. Если ты так вот левой ногой будешь это делать, все... Итак, ты в теле? Я не знаю. А сказала, что знаешь, я не в теле. Ты гипотезу предположила. Я сказала, что я точно знаю, что я не только тело, я не только мысли, я что-то не этому всего. Я не могу сказать, что я что-то... А значит, ты чуть-чуть тело. Вот рассказывай, где ты чуть-чуть тело? Раз ты говоришь не только, у тебя есть знание о том, что у тебя есть чуть-чуть тело, чуть-чуть того, чуть-чуть того, и еще что-то, что не то, не то, не то. Итак, в теле ты где? Так, посмотри, тело твое. Ты это ты. Ты, вот, я говорю, мы можем рассуждать о чем угодно. О том, как устроена земля, как сажать пшеницу, как добывать ископаемые, как складывать химические элементы. Ну, в теле там, где я чувствую вибрации. Подожди, подожди, сейчас, сейчас. Это не о том. Итак, потому что ты еще и слово вибрации придумала. Ты вибрации? Я чувствую. Итак, ты тот, кто чувствует. Ты не вибрации. Ты их чувствуешь. Итак, вот этот, где? Вот этот, тот, кто чувствует в теле, он где? В теле нет. Где вибрации, там и у вон. Вот если у меня тут вибрации, я здесь? Он там постоянно не находится. А как он туда приходит? Да, он там всегда и... Нет, только что ты сказал, что он там постоянно не находится. Видите, мы как словами врем. Мы посылаем внимание. Все, и так, мы тот, кто посылает внимание и на вибрации, и на тело. Значит, тело это просто... Я еще раз. Это очень просто. Вы участвуете в клеточном делении? Нет. Вы участвуете в работе сердца и кровообращения? Нет. Вы даже в дыхании не участвуете. Вы ни в одном моменте. Ни в желудке, ни в сердце, ни в мозгу. Потому что Черняговская сказала, что МРТ делали в мозгу там до того, как я думать начал. Уже все это происходит. Мозг автоматически управляет. Не до крыльности. Если я переношу туда свое внимание, я могу и сердцем управлять. Точно. Но ты можешь внимание и в стол перенести. Могу. Да, и я могу. И на Марс. И на Альфа Центавру. Значит, я где угодно. А в теле где? Где угодно. Где угодно. А это значит, что я не в теле. То есть я могу быть в теле, а могу быть вне тела. То есть к телу я не привязан. Причем тело и стол это одно и то же действие. Что я в теле, я могу ощущать себя в теле. А могу ощущать себя поверхностью стола. Не можешь? Для этого нужно, я не знаю, сколько лет. Это тебе нужно. А когда ты была маленькой, никакой разницы. Ты так и делала. У тебя даже слов не было. Ты была и столом, и песочницей, и небом, и всем. И даже не понимала, где ты там в теле. Это потом тебя мама с папой приучили. Ты в теле, ты в теле, ты в теле. Ты не в теле. Ты ощущаешь свое тело так же, как ты ощущаешь стол. Это сейчас слова. Да. Только вот ощущение, оно вот прямо такое. Я вот сейчас ощущаю, что я в руке, и я сейчас ощущаю, что я в столе. В его прохладе, в его гладкости. Почему же, если я к телу не привязан, я просыпаюсь, утром просыпаюсь, я женщина, я в Украине, и вот это все. Вот я не знаю, как вы это себе... Как вы это сделали. Потому что во сне вы были до этого, и бог знает, и там, помните, и люди бегали, и вы ими всеми были. А потом вдруг вы проснулись, и... Оба-на, я здесь. Хотя тут же вы можете... Вчера я пьянствовал, как мне там... Вы уже не здесь, а там. Так, а как можно сказать, что это я, если это просто ощущение? Вот для того, чтобы что-то сказать, я говорю, должна быть опорный момент. Есть ли у нас что-то, что связывает меня с телом, и это мы можем четко дифференцировать. Я в теле. Чем я с телом связан? Вот Декарт, он сказал, шишковидная железа, там находится душа, и она связана с телом. Потом пришли анатомы, вскрыли, ничего не нашли. Но я, это же не ощущение. Вот, вот, вот ты видишь, что тело ощущение, но я не ощущение. Я могу ощущать ощущение, оценивать ощущение. Все, я внимание, которое направлено на ощущение, что я в теле. Это внимание мое направлено на ощущение. Я вот в этой чистой... Но я это внимание могу направить куда угодно. А когда я сплю, это внимание бывает целыми мирами. А когда я умру, я буду воды воспринимать. или не воспринимать, или черное пространство, или не черное. И вообще, я могу что-то не воспринимать? Не можешь, ты всегда воспринимаешь. В обмороке лежишь, воспринимаешь, вас не воспринимаешь, умирать будешь воспринимать, потому что восприятие — это не тело. Тело умирает, ощущения сворачиваются. Тот, кто воспринимает, ничего с ним нет. Потому что оно не состоит из ничего, с чего-то. Нет, никто не нашел, из чего оно состоит. А оно есть. Но некоторые, я говорю, говорят, что типа тело, ой, я состою из клеток мозга. Так в том-то и дело, что даже сейчас уже прощупали. Не состоишь ты из тела, из клеток мозга. Это просто та же история, как клетки твоего тела, как дышащие легкие. Ты не состоишь. Ты о них думаешь, что ты из них состоишь. Это картинка очередная. Ты видишь себя в форме мозга. Вы помните вот этот известный сюжет? Я сижу в этой комнате, нахожусь в Киеве. Киев на земле. Земля в галактике Млечный Путь. Галактика Млечный Путь во Вселенной. Вселенная в моей голове. Да, кстати, и Млечный Путь, и Земля, и Киев, и даже этот зал в моей голове. Многое слово, если же быть и Вселенной. Да. Поэтому ты с телом никак, ты не тело вообще никаким образом. У тебя есть концепция о телесностях разных. У тебя есть концепция о духовностях, о душевностях. Это просто очередные мультики. Галлюцинации. Каким-то образом мы так затупили, что решили, что я в теле, или что я душа, или что я дух. И вот начинаю размещать, что я типа здесь, а может быть там. То есть, заметил вот этот момент, что ты не в теле. Так я же бы изначально сказала. Давай. Но, собственно, кто просветляется, если я уже просветляется? Стоп, вот ты начинал. Нет. Не-не-не. Чтобы вот это понять, ты должна понять тогда, кто ты, если ты не тело, не Вселенная, не все вот эти объекты, а тот, кто их описывает. И описывает, что такое просветление, и как кто-то просветляется. И вот тут ты можешь уже по чесноку начинать понимать. Я не просветляюсь. Я могу рассказывать о просветлении. Как я могу просветлить то, чем я и так являюсь. И даю светом своего внимания всему жизнь. Вот это то, что вы видите, это свет вашего внимания. Даже свет лампочек, это вы его светите. Свет солнца, это вы его светите. Как можно просветить того, кто дает своим вниманием свет всему? Вот тут уже законное вот это рассуждение. Но надо его поймать как тотальное присутствие, а не как концепцию мыслительную. Пока вы его ловите как мыслительную концепцию, это ложь. Ловите вот этот момент тотальный. Чтобы вы и есть свет, дающий жизнь всем формам, всем телам. Своим вниманием. Прямо сейчас. Никогда не рождались. Никуда умереть не можете. Ну, абсолют, абсолютный. И не тупите. А вот прямо в самое острие туда идите. Где бы ни одна концепция ни за что не могла зацепиться. Потому что все концепции, которые у вас сейчас выскакивают, это умственные тенденции. К вам они никакого отношения не имеют. Вы их просто оживляете своим вниманием. Прямо сейчас. Не когда-то там в будущем. И не где-то там, как кто-то думал. А прямо сейчас. Вы сейчас можете родить весь буддизм с его историей и с буддами со всеми. Всю веданту и адвайта веданту. Со всеми ее просветленными. Это вы их рождаете своим вниманием. Вы из своей бесконечной памяти достаете эти образы. Даже когда вы их никогда не видели, а читаете книгу, вы, читая книгу, их рождаете. Не книга их рождает. Вы потому и читаете эту книгу, что вы ее понимаете. Это ваше понимание ее разворачивает. Вы рождаете всех врагов и наделяете их качествами, что они что-то с вами делают. Как я это делаю? Вот прямо сейчас ты это и делаешь. Вот задавая вопрос. Как ты задавал сейчас вопрос? Из какого места? Как? А ты смотри, не жми плечами. Смотри. Это ж ты задал. Что ты от себя отказываешься? Ты сейчас это и сделал. Как ты это сделал? На какую педальку ты нажал, чтобы вдруг усомниться, что ты не можешь создать этих врагов? Не какие-то слова, а вот как. Еще раз говорю. Механизм. Мешает только память. Мешает. Все, что нужно отключить. Даже не память и опыт, а то, как это выражено в словах. То есть пока вы в словах не умираете, вы не спите, вы бодрые, вы до слова. Вот пока вы слово не выразили, а вот только имеете интенцию, остановитесь в этом месте. Это не только слова. Слова это поздний вариант, потому что они уже потом забирают и концепции строят. Как можно остановиться, если я дружу поздно? Остановиться невозможно. Не останавливайся. Я бы тоже мысль. И ее убирай. И убирай, не убирай. Она все зациклена, получается. Вот ты поизнашивай свой ум. Мне кажется, когда она... Кажется, крестись сразу. Противоречия какие-то сталкиваются? Ну, повозись. Нравится с противоречиями? Повозись. Поизучай философию. Если нравится. Я же еще раз говорю. Вам нравится. Вам нравится сомневаться. Вам нравится не верить. Вам нравится пугаться. Это вам нравится. Потому что тогда вы живете. Потому что если вы бы остались... Вот как вот ребенок, которого не научили разговаривать. Маугли несоциализированная. Ну, весь прикол состоит в том, что мы специально в это болото залезли, мыслительное. Позволить ли себе в нем заснуть. А теперь пришли сюда... Чтобы проснуться. Потому что есть такая возможность. Наигрался уже. Обычно это происходит с человеком, когда он наигрался. Если не наигрался в армию, зарабатывать деньги, политикой заниматься, пробовать всякие наркотики, все, что хочешь. Поиграй в это. Поиграй. Побухай. Сделай суицид. Посиди в мирах адских. Вернись. Самое интересное, все вы уже это делали. Потому что вы об этом все знаете. Если вы не делали, вы в другом месте. Если вы сюда пришли, то где-то подспудно вы начинаете чувствовать. Надоело. Пора просыпаться. И вы где-то случайно заметили. О, чувак что-то такое говорит. Пойду-ка я послушаю. Вдруг в натуре. Но от того, что я вам это рассказываю, ничего не будет происходить, пока вы об этом думаете. Единственное, что вы сейчас можете начать делать, ничего не делать. Пойти туда не знаю куда, найти то не знаю что. Это и есть я. Потому что я никак не называется, ничем не является, никогда не рождалось. Но сейчас рождает все мои сомнения. Запускает все мои концепции. Я... Вы же... Это ж... Вот вы, вот каждый из вас. Вот вы сидите здесь. Вот вы. Никуда ходить не надо. Ни в Индию ездить не надо. Вот он вы. Сейчас из вас выскакивают вот эти мысли, идеи сопротивления. Вот он вы. Все. Прямо никуда не надо. Ни химические опыты делать, ни физические, ни анатомию вскрывать там и смотреть, где душа. У вас все вот прямо здесь. Вы можете по каждому органу полазить. Нету, 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 нету. По каждой эмоции... Вот эту эмоцию, может в ней я? Знаете, есть некоторые люди, говорят... Может, я любовь? Но опять, что он под этим понимает? Потому что то, что понимает под любовью концептуальный ум, к любви никакого отношения не имеет. Особенно той, о которой говорил там Христос. Лея. Вот была фраза, что некто вдруг понимает, что он уже наигрался. Это подтверждает то, что есть просветленное? Нет, ничего не подтверждает. Это просто подтверждает то, что у вас такая мысль вдруг возникла. Нет, вы сказали, что... Мало ли, что я сказал, не верьте. Я сказал то, что надо было сказать. К вам пришла... Сейчас вам просто интересно. Смысла в том, что сейчас я вам скажу, или что вы поймете, никакого нет. Вам просто интересно, я просто говорю, вы просто там что-то понимаете. Потому что я живая. Ух ты. В каком месте? Ну вот, если все еще неинтересно, если все еще... Нет, в каком месте ты живая? Как ты себе вот определяешь то, что ты рукой шевелишь? Я же говорю, ты не знаешь, как ты шевелишь рукой. Ты клетками управляешь? Ты не знаешь, они сами живые. Ты не управляешь, ни вдох не делаешь, ни крови... Где ты живая? Молодец. Конечно, только сознание живое. Но опять же, это слово, и некоторые его начинают по-своему понимать. Собственно говоря, ты и есть жизнь. Ты не живая, как объект живой, а ты и есть проживание вот этой вселенной. Причем проживание этой вселенной и этим телом, и этой рукой, и Серегой, и мной, и Киевом, и вселенной. Ты дает жизнь, ты жизнедатель своим вниманием. Ты и есть жизнь. Ты не живая, а ты жизнь. Сама и есть. Я и жизнь — это одно. А дальше есть слова. Живет тело, живет земля, живет... Это уже все галиматья. Жизнь и я — это одно и то же. Я не может не жить, оно живет всегда. У него нет момента, оно не может умереть. Жизнь и смерти нет. В данный момент я наблюдаю своего наблюдателя. Опт. Ну-ка, расскажи-ка. Кто там все слушает, да? Подожди, наблюдатель — это кто? Где ты его наблюдаешь? Где он сидит? Ну, а что тогда врешь мне тут? Ну, я так подхамливаю, чтобы так чуть-чуть сбить. Я не верю. Ты наблюдаешь наблюдателя. Где наблюдатель сидит? Так дело в том, что есть куча наблюдателей. Каждый наблюдает то, что ему дано наблюдение. Хотя бы в ощущениях своего тела. Кто-нибудь смысл понял, что женщина говорит? Я не знаю, что я так говорю. А? Я к Хартоле так говорю. Я к Хартоле. Я к Хартоле авторитет? Нет. Смысл тоже. Излагаю. Ну, и он поизлагал его. А ты-то тут при чем? Не при чем. Не при чем. Ты сейчас поизлагала свою какую-то. Она узнала в тебе Экхартоле. Ты знаешь, кто такой Экхартоле? Слышал. А, тоже слышал. Значит, повторяешь что-либо? Какая-то читала. Вот наблюдала, наблюдала. Вы же говорите, прямо сейчас ощущаете. Да. Я понаблюдала. Я могу наблюдать. Наблюдать можешь. Молодец. Ты что-то наблюдать можешь? Что-то наблюдать можешь? Я говорю, ты не можешь наблюдать. Даже как-то руку поднимаешь. Ты просто наблюдение, которое происходит ежесекундно, ежемгновенно. И даже вне времени. Ты наблюдение. Кого наблюдала? Вдруг я себя обнаруживаю, поднявшую руку, потом я обнаруживаю себя слушающую. Нет, подожди, ты обнаруживаешь что? Руку. А рука это что такое? Та же идея. Конечно же, ты же... Это твое внимание, ручности. Никакой руки нету, это ты. Ну, это уже такой второй заворот, что мы в теле на самом деле. То есть вообще все тела это я. Ну это такой же тоже очень серьезный уровень. Что и стол я, и ты я, и рука я, и, говорили, уже вселенная я. Ну вот, внимание, здесь бродят, посылают. Подожди. Где она у тебя бродит? Отдельно от тебя? Я сейчас как регистратор, вот тут куда. Вот сейчас вот на вас посмотрела. Посмотрела, все, ты была смотрением. Да. Что ты увидела? Да ничего, вас увидела. Кто еще внимает? А я кто? То же, что и я. Все, значит, ты не меня увидела, а себя увидела. И себя, да, и себя увидела. Нет, не и дать, и себя увидела. Чем-то я это регистрирую, чем-то модным же это. Просто это и регистрирую. В каждый момент я просто регистрирую то, что попало в поле внимания. Да, очень хорошо. Совершенно верно. Смотрение смотрится, регистрация регистрируется, слушание слушается. Ты-то тут где? Вот этот регистратор, он может это обнаружить. А регистратор это кто? Который обнаруживается вот... Нет, он кто, а не что он делает. Ум надо износить. Вот я говорю, почему... Наверное, осознание. А? Наверное, осознание. Да назвать можно как угодно. Назвать можно как угодно. Но осознание лучше всего оно обозначает этот момент. Причем осознание, у него очень... Это интересный у нас русский язык, он такой хитрый. О-с-о-о-о, знания. О- это Бог. С-о- это Я. Соединяясь, дает знания. Ну, вы не знаете эту тему. Потому что вы слово осознание используете, как попало. Оно прямо так и обозначает. Вселенское единое с вселенским единым воспринимающим — это знание. Если же у тебя знание оторвано от О, от О — это просто совершенная сфера, форма божественности. Если она оторвана от него, ну видишь... Чуть наворотила, наворотила. Я этого и не чувствую. Сознание восприятия — это одно тоже? Да как решишь, так и будешь. Ну нет. Но психологи разделяют, что сознание — это типа внутреннее, а восприятие — это внешнее. Знаете, есть центробежное и центростремительное движение. Центробежное — это внимание, ты соединяешься. Центростремительное — это выходит восприятие. Ты весь вимир начинаешь воспринимать. Вначале идет. И вот я вас всех вижу. То есть вроде бы это одно и то же, но вроде бы как бы расположено одно за другим. У одного — это в точку входить, а у другого — из точки выходить сферы. Но это геометрия, потому что это тоже мультик. И это вообще не о том. Также можно выложить «в о» с «приятием». Да. Это «приятие». Да, да, да. Совершенно верно. Там вот есть такие люди, которые начали в язык входить и выяснили. А он очень точно все показывает. Просто мы автоматически эти слова используем. И не в полной мере. Но и циклиться на словах тоже не стоит. Главнее все-таки... Вот какой-то зазор до того, как вы выпали в слово. Есть какой-то момент, где «я» — это «я» без определения. А оно есть. И если вот не засыпать, а засыпать — это значит из памяти вытаскивать определения, суждения, оценки. И вот еще один момент. Основное засыпание происходит из-за того, что вы раздаете оценки. Нравится, не нравится. То есть я сам себе нравлюсь, я сам себе не нравлюсь. То есть у меня раздвоение личности. Все. Вот когда есть раздвоение — все, вы уснули. Он мне нравится, а он мне не нравится. Все, вы уснули. То есть оценки. Если не давать оценки, а противоположности начать соединять, тогда все соединяется в знания. И вы понимаете, и он, и она, и Альфа-Центавра — это все оттенки моего знания. И между ними, даже если между ними есть война, это тоже все на своем месте. Я тогда не делю, хорошие или плохие. Просто война, и отец всему, как говорил, там, Гераклит или еще что-то. И не я. Мужское, женское начало — это все одна и та же система. Система. Нету разделения. А вот если я в ней начинаю говорить, мир плохой, другой плохой, а вот это мне нравится, а это мне не нравится, все. Я разорвал единую систему, где я был я, и у меня понеслись кинофильмы. Почему, зачем и что делать? Чернышевский. Надо что-то делать. Надо допросветляться, надо победить врагов, надо яблоки на Марсе засадить. И теперь ты живешь не в реальности, а вот в мире, где есть враги, где есть научные достижения, и где есть неудовлетворенность текущим моментом. Если ты в я, и не выскакиваешь из него, все. Ты кого не видишь, ты понимаешь, это я. Вот он меня раздражает, и ты смотришь, я раздражаюсь внутри себя при помощи этого внешнего. Поэтому он не внешний, а он у меня внутри звучит, как это раздражение. Это мое раздражение. И смотришь, внутри этого раздражения где там я? И тут вот начинаешь замечать, а я это тот, кто наблюдает это раздражение. Значит, раздражение не я. Ну, в смысле, не я, ну, это я, но не я как абсолют. Это просто, как бы, мое раздраенное состояние. Если ты это видишь, это раздражение исчезает, потому что там нет никого, кто может раздражаться. И ты тогда становишься я. То есть, у тебя вот сейчас на я надеты, как бы, эти самые очки, и на них грязь залепилась. Грязь счищаем. Счищаем не вовне, убивая врагов или там убирая, а грязь счищаем у себя внутри. Это называется разобрать, авгивая и конюшни. Один из подвигов Геракла. Геракл, это не мужик здоровый, который. Геракл, это человек, который самопознанием. И все подвиги его, это просто метафора. Все мифы рассказывают о внутреннем мире человека. Разбираешь то говнище, которое там в себе собрал в виде собственной значимости. А именно, а это и есть самое дерьмо. Где ты лучше, чем другие, достоин лучшей жизни, все меня не любят, или еще что. Разбираешь это, где тебя все не любят, где ты лучше других. Где? А как только ты не лучше других, у тебя нету больше претензий к миру. Все, проблема снята. Я в норме, другие в норме, весь мир в норме. Все. Пока какая-то часть не в норме, в форме других, себя или мира, это дерьмо налеплено на твои очки, и ты видишь через искаженные линзы, свое собственное отражение. И тогда ему угрожаешь, и оно в ответ угрожает. Тогда ты его начинаешь переделывать, тело там улучшать, психику как-то контролировать, пранаямы. Делать это все нужно. Випассана. Великолеп. Вот випассана, это и есть механизм обнаружить, где там прилипло к тебе что. Обнаруживаешь это, 10 дней в распоряжении, смотришь, и видишь, нету никого. Это просто вот как вот вибрация. А кто вибрирует? Никого. А как же может никто вибрировать? Нету вибрации. Вибрация она пока, ты ее подкрепляешь мыслями, подкрепляешь мыслями, она вибраивает. Перестаешь о ней думать, она блекнет, нету поступления энергии. Она питается, вот эта вибрация, твоими постоянными размышлениями о врагах, о дураках, о родственниках идиотов. Пока ты думаешь, она вибрирует. Перестаешь думать, у нее энергия заканчивается. Тогда она начинает агрессивничать, потому что пока она вибрировала, она создала собственную сущность. Это называется лярву вырастить, или лунг закрепить. Это сущность, которой нужно жрать тебя. И поэтому Кастанеда и говорил, вы не думаете. Все ваши мысли, это не ваши мысли, это чужеродное мышление, которое вас доит, как коров дойных. Все мысли о врагах, это вы кормите лярву. Все мысли о том, что я плохой, это вы кормите лярву. Все мысли, что там мир плохой, это вы кормите лярву. А вы думаете, вы к дартаньян, и всем рассказываете, как жить правильно. Нет, это вас жрут, внутренние ваши вот эти, смотрите в них, они вас перестают вжрать. Очки, все, никаких врагов нет. И даже если они есть, как говорил Партос, я дерусь, потому что дерусь. А не потому, что добро должно победить зло. Потому что как только добро начинает побеждать зло, обычно почему-то выясняется, что этим занимаются самые черти. Благими намерениями, в ад, и понеслось. Так, еще вопросы какие-нибудь, давайте попробуем. Яма-не-яма. Яма-не-яма. Это вот как раз история о том, что есть морально-этические ориентиры. морально-этические ориентиры, они живут вот в этих писаниях. А яма-не-яма говорит, стоп, а ну-ка посмотри-ка в себя. Яма-не-яма, это практика, это не следование морально-этическим, а это вот как раз посмотри в себя. А не врешь ли ты? Честно. И вот начни смотреть в себя честно. Где ты врешь? Понеслась яма. То есть, ты заходишь в себя и смотришь, где у тебя отложения лжи. и видишь, что я вот изображаю себя лучше, чем я есть. Не буду изображать. Или я там, например, критикую других, считая, что они хуже меня. Все. Яма-не-яма, вот то, что я вам рассказывал, это часть ямы-не-ямы. Ты честно начинаешь смотреть в себя и перестаешь врать себе, а потом другим. Ну, если я расскажу, то я слову с ребятами. Что? Если я вот скажу, вот и пистану, что есть. Ну, и сама не буду вовлекать. Получается, что я буду в брату супер, и мне целых хотелось сказать, но я сама сказал. Да. Не говори ложь. Не говори. Ну, а все-таки, если я сказал, что это была ложь, то я буду нечистоять. Дальше, смотри, если ты соврал, смотри, что с этим дальше делать. Если ты понимаешь, что соврал, пойди и скажи, что я соврал. Мама, я тебе... Ну, вот как в детстве тебя говорят. Признайся. Покайся. Вот в христианстве очень хорошая тема. Покаяться, это значит, прийти на исповедь и рассказать. Здесь наврал, здесь наврал, здесь наврал. Так как это институт, который предполагает, что это Бог слышит. И ты считаешь, что это Бог слышит. А Бог, это и есть ты сам перед собой. Ты же не перед священником, а перед Богом. Если ты правильно верующий, ну, правильно, неусловно, то действительно зачет происходит. Исповедь снимает грехи. Ты признался. Она так и работает. Можно без исповеди. Можно самому просто вечером садиться, где я наврал. Здесь наврал, здесь наврал. Дай-ка я запишу. А то, когда я вру, я не замечаю, что я вру. А вот тут называется есть совесть. Вот ты, вот мне ты можешь рассказать, что... Да, мне можешь рассказывать все, что угодно. А вот дома сядь и скажи, наврал я или не наврал? Ну, признайся честно сам перед собой. Если не можешь найти наврал или не наврал, все нормально. Если же видишь, что, блин, что-то я себя все время... Мне бы нормально было, если бы я рассказал. Вот я говорю, ты сам проверяй себя. Не надо никого проверять. Не веришь себе, тогда ходи на исповедь. Не веришь на исповеди, там, я не знаю, найди себе психолога. И, знаете, вот в Америке они это очень проще решили. Заводишься за деньги психотерапевта и приходишь, ему рассказываешь про все свое идиотское поведение. Он такой, да, она отличная. Ничем не помогает. Просто ты сам себе помогаешь, когда рассказываешь. Но ты это можешь делать сам перед собой. Зачем тебе к психологу деньги ходить, тратить? Ну, я говорю, можешь выбрать любой. Хочешь тратить, трать. Не хочешь тратить, не трать. Ты можешь сам себе прямо вот... Если не успеваешь заметить, начинай записывать, где ты врешь. И когда случается случай, ты помнишь, я на него акцентировал. Давай-ка мы не пропустим этот момент, а не потом будем спрашивать, наврал или не наврал, а прямо вот сейчас. Скажи, сам себе помолчи и скажи, вот как есть. Получается, другим людям это неприятно? Конечно, неприятно. Ну, разве это не игра эго самим собой? Игра эго самим собой. О чем ты даешь? Вот ты себе сейчас и призналась. Не играй в эго с самим собой. Играй честно. Кого обманываешь? Вот именно, кого ты обманываешь? Что ты сама себе рассказываешь, какая ты с эго играешь? Не играй с эго. Все, не играй. В чем здесь я? Я не понимаю, это уже... Ну, ему скажи, пусть он не играет с эго. Так, к примеру, извини, можно стараться? Я на нее бабушки кидаю там, в метро. А потом я четко понимаю вечером, что я это сделал просто, чтобы взять для себя, что я хороший. Потом рассказать, возможно, подруге, так мимолетом, что я бабушкам всегда кидаю. И может быть, даже забронировать там, что-нибудь. Хотя все это можно запустить под эгидой. До этого ты играл в эго, а потом ты это увидел, что ты играешь в эго. Абсолютно честным быть с собой. Вот со всех сторон. А нет ли тут подвоха вот этого эго, которое играет само собой? Хорошая. Стань собой, это и называется. Начинай возвращаться к себе. Это как технологии, стань наблюдателем. Я получал, да? Да, получил. Своими мыслями я стараюсь тебя влекаться. Мне этот процесс уже был постоянно. Но видишь, сам себя ты можешь вводить вот в такое заблуждение. Поэтому здесь очень важный момент, что у тебя есть другие. Перестань другим врать. Вот там все станет на свои места. Причем поначалу они могут на тебя очень сильно обидеться. Даже скорее. А некоторые с тобой разорвут отношения. Но это уже высокие уровни. Но вначале, конечно, ты на себе потренируйся, а потом уже, если у тебя силы есть, можешь... Тогда твоя жизнь начнет резко меняться. Так ты же этого и хочешь. Ты сейчас в колее, по шаблонам живешь, изображаешь из себя хорошего человека. Другие люди тебе помогают это делать, потому что ты им врешь, они тебе врут. Мы такие хорошие. А теперь ты им говоришь правду, они на тебя злятся. И ты считаешь, если тебе они нужны, ты продолжаешь им говорить, есть такие удивительные вещи. Ты ему говоришь, говоришь, он злится, злится, он говорит, блин, спасибо. И становится твоим лучшим другом. И вы уже с ним можете откровенно друг другу даже помогать. Ну, лучше также женщину себе такую найти, с которой не изображать брехню какую-то, что я мачо, там, у меня машина, там, как это. Можно сказать, да, я вот такой люблю секс. она скажет, молодец, и я тоже понеслась. А до этого я все изображал. Я депутат, у меня машина, а я просто, нравится мне. А она может сказать, а я не люблю секс. Вот тогда реши, может, не та женщина, пойдем, ту, которая... Энергии сколько сэкономила. Да, сколько энергии сэкономила. Но это я как бы утрировал самый такой дурной вариант разобрал. И денег тоже. Да. Но это касается так же, вот на работе вы прогибаетесь перед начальником, потому что, знаете, вдруг зарплату увеличат, вдруг премию, а то к твоему говорите, ты дурак, он тебе такой пошел вон отсюда, и вы уходите с работы. Красота. Красота.